12 июля по православному календарю праздник Петра и Павла. Петров день в народе называют. Это день почитания славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, которые молятся об исцелении от горячки и лихорадки. А также сегодня вспоминают Каспировскую икону Божьей Матери, перед которой молятся при расслаблении и сумасшествии. День Петра – это древний и земледельческий праздник, который завершает летний цикл праздников. У славян Петров день, как и купалье, прежде всего связан с символикой Солнца. Существовало такое поверье в народе, что в этот день Солнце играет, переливается разными цветами радуги, скачет по небу вверх-вниз. Молодежь накануне Петра всю ночь проводила в лесу. Они караулили солнце, жгли костры до самого восхода солнца, пели песни, водили хороводы. В общем, в эту ночь затевали всякие развлечения, устраивали на дорогах завалы и пугали случайных и запоздалых путников. А на рассвете шли в такие места, откуда хорошо был виден восход солнца. И при встрече играющего солнца они снова пели песни, радуясь его красоте. В этот день устраивали обетные угощения. Крестные отцы и матери, кумовья, навещали своих крестников, угощали принесенными пирогами, а сваты со стороны жены, ее родители, приглашали к себе сватов, родителей мужа, дочери, и подчевали ужином. Такой обряд назывался отводный стол. В некоторых местностях тещи приносили зитьям почетный сыр. Сыром, молоком, простоквашей угощали пастухов, чтобы коровы были молочные. А еще на Петровку, как и на Троицу, проводили наши предки обряд кумления, выбора подруги. Для этого они шли в лес и завивали, то есть связывали между собой веточки березы, что символизировало дружбу двух девушек. Святые Петр и Павел у восточных славян известны как покровители рыбного промысла. Поэтому в приозерных селениях и селениях вокруг рек это был еще и праздник рыбаков. В этот день рыбаки ставили в храме перед образом святых мирскую, то есть собранную в складчину свечу, молились, чтобы в течение всего года им сопутствовала удача и не случилась никакая беда. В этот день нужно отнести особое отношение к воде. В некоторых регионах существовал давно обычай ходить к роднякам и рано утром испить ключевой воды и умыться, а еще хорошо покачаться в утренней росе. Кстати, в этот день категорически запрещалось раньше купаться. В народе свято верили, что в этот день вода забирает жертвы Богу. А вот в некоторых других регионах наоборот считали, что вода Петрова дня смывает грехи при любодеянии и потихонечку шли купаться. На Петра впервые подкапывали молодой картофель и примечали, если на Петра и Павла будет идти дождь, значит картофель будет гнить. К этому времени уже в большом количестве наведывали строения людей, особенно старые заброшенные дома, и селились там целыми семьями. В народе говорили, на Петровку уже со всего лесу сходятся к людям гости. К вечеру этого дня было принято всем семействам собираться дома, а стол оставлять неприбранным, чтобы все умершие предки тоже разговлялись. Ну и как правило в этот день заканчивается Петровский пост, который начинается спустя неделю после Троицы, в первый понедельник после Духова дня. Об этом у меня уже есть отдельное видео на канале, можете посмотреть. Я желаю вам, дорогие друзья, мира и любви. Пусть ваши знания будут самыми добрыми. До новых встреч! С вами была я, Ксюша. Пока!